Кошка по кличке Венера – настоящая звезда соцсетей. В её организме присутствуют генетически разнородные клетки, что и делает её такой особенной. Некоторые живые существа хотят максимально слиться с природой и быть невидимыми миру. И вот одна из представительниц морских глубин, кажется, восприняла всё вышесказанное слишком буквально. Возможно, будущие поколения этой рыбы таки разовьют в себе крылья и научатся летать. Вопреки необычной внешности двуглавой черепахи, существо вполне свободно передвигается. И самое интересное, что обе головы проявляют абсолютно здоровый аппетит. Несмотря на врождённый дефект в виде двойного носа, самец австралийской овчарки по кличке Тоби – ласковый и счастливый пёс, который обожает игры на свежем воздухе и ничем не отличается от других собак без мутаций. Знакомьтесь, это Квазимода. И он страдает от синдрома короткого позвоночника, из-за которого его тело претерпело значительной трансформации. А вот священные животные, у которых явно на туловище есть что-то лишнее. Правда, это совсем не мешает им жить. Уверен, уголь вовсе не тот обитатель морских глубин, с которым вы хотели бы встретиться во время подводного плавания. И особенно, если природа наделила его острыми, как иглы зубами. Не знаю, при каких обстоятельствах слонёнок потерял большую часть своего хобота, но это явно снижает его шансы на выживание в дикой природе. И хотя черепаха на видео вовсе не является жертвой каких-либо генетических мутаций, всё же её тело сильно пострадало от человеческой безответственности. Матушка природы запланировала нечто грандиозное для эволюции, создав даже таких странных и одновременно прекрасных существ. Чернобыльская катастрофа произошла уже много лет назад, но её последствия до сих пор пугают нас отголосками прошлого, создавая настоящих мутантов среди животного мира. Как оказалось, животные тоже могут страдать от патологического выпадения волос. Бедная обезьяна, например, и вовсе осталась полностью лысой вследствие прогрессирующей аллопеции. Пожалуй, все видели видео с двуглавыми змеями. Но как представить себе, что где-то в мире есть змея, который может отрастить себе четыре ноги? Настоящий кошмар наяву! По очертаниям, существу из следующего видео очень напоминает рыбу-хирурга. Вот только по внешним характеристикам она сейчас больше похожа на обычный прозрачный целлофановый пакет. Черные куры породы аямчимани – редкая и ценная порода домашних пернатых, которые имеют не только черное перение, но и такого же цвета мяса и внутренние органы. Интересно, а яйца они тоже несут черные? Белый аллигатор был найден в болотах Луизиан и еще маленьким. Понятно, что нехватка пигментации кожи для него означала фактическую погибель в дикой природе. Он мог стать хорошим обедом для своих же собратьев. Несколько медведиц практически полностью потеряли свои меховые шубы и выглядят, мягко говоря, очень странно. По мнению экспертов, виной тому редкое заболевание, которое к тому же сопровождается сильным зудом. Тюлень-альбинос может выглядеть на удивление привлекательно. Вот только остальные члены большого семейства вряд ли когда-нибудь примут такого необычного собрата. Тот самый случай, когда рот лучше вообще не открывать, чтобы не пугать окружающих. Природа явно вошла в азарт и уже не могла остановиться, когда решила создать нечто подобное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова